Дорогие друзья, всем привет! Я решил записать еще один ролик про 5 правил. Дело в том, что прошлый ролик я записывал примерно год назад, да, его посмотрели не все. Вот обновим данные. Итак, 5 правил для жизни мужчины. Правило первое. Не любите женщину. Любовь делает мужчину слабым, зависимым, податливым. Он как олень, вот именно олень, бегает за женщиной и исполняет ее хотелки в угоду ее интересам. А свои интересы законные он там задвигает на задний план. От этого мужчина намного больше вынужден работать, тратить энергии, тратить здоровье, деньги, естественно, ресурсы. И в конце концов, время его жизни, к сожалению, просто сокращается. Мужчины меньше живут. В нынешних тяжелых условиях вообще любовь к женщине просто смертельно опасна для мужчины. Нет, можно, конечно, делать вид, что ты любишь. Понятное дело, тут любые маневры допустимы. Говорить, да, что угодно. Испытывать эмоции какие-то. Почему же нет-то? Но любовь, та самая искренняя, беззаветная, у мужчины должна быть только к себе. Потому что, если нет тебя, то и всего мира не существует для тебя. Понимаешь? Зачем тебе весь мир, если там не будет тебя? Да? Это очень такой философский момент. Эгоистический, безусловно. Но это правило жизни, по которым я лично живу. Далее. Не надеяться на женщину. Второе правило. Дело в том, что жизнь сложная. Да, тем более сейчас. Так может быть, что вам потребуется помощь. И женщина вам не поможет. Никогда. Да? Шанс на то, что она серьезно вас спасет. Ну, может там 5%, может быть 10%. Но поверьте мне, лучше на это не рассчитывать. Потому что, когда вы рассчитаете, что вдруг что-то случится, да, якобы подложите соломку такую, в виде ее помощи, а она вам не поможет. А наоборот, добьет, потому что именно в слабый, в момент вашей слабости, женщина обычно наступает, атакует, пытается отжать, отнять, распилить, поставить на алименты. Именно тогда это происходит. Да? Не надо так делать. Не надо. Надо надеяться на ее помощь. Не важно, что это за женщина. Я даже так скажу. Не важно. Жена, подруга, любовница. Иногда даже сестры, бывает, подводят. У кого-то даже мамы такое тоже случается. Не стоит на это надеяться. На то, что вас в тяжелый период времени вам помогут, вас спасут, вас вытащат из дерьма, в которой вы окажетесь, скорее всего, именно из-за того, что вы свои интересы ставили ниже интересов женщины, а интересы женщины ставили выше своих интересов. Вот не надо надеяться. Не стоит. Не стоит. Поэтому не надейтесь. Третье правило. Не доверяйте женщине. Все, что она говорит, может оказаться ложью. Вообще доверять в этой жизни не надо никому. Вот только себе можно верить. Никому больше не надо верить. Я серьезно сейчас говорю. Такое время живем. Искренности в людях нету. Тем более не надо доверять женщине. Она рассказывает, что и мужчина предыдущий был плохой. Мы же прекрасно знаем, что это ложь. И она про вас будет следующему мужчине рассказывать, что вы тоже плохой, что вы не ее там обижаете и так далее и тому подобное. Поэтому не стоит доверять. Расценивайте все, что она говорит, как попытки манипуляций вами. Понимаете? Отсюда четвертое правило. Не жалейте женщину. Сейчас особенно актуально, потому что будет вокруг огромное количество всяких несчастных женщин, которых надо спасать. А спасать женщин, вот эти оленищи, они это обожают. Они так утверждаются. Они же становятся настоящими мужчинами, спасая женщин. В ущерб себе, в ущерб своей жизни, в ущерб своим деньгам. Да? А потом вдруг им не помогают, они оказываются на теплотрассе, их кидают, распиливают имущество и так далее, и тому подобное ставят на алименты. Это все происходит в основном через жалость. Это жалость, это всегда почти манипуляция со стороны женщины. То есть она целенаправленно вами манипулирует, вызывая у вас жалость к ней. Понимаете? И пятое правило. Не вкладываться в женщину. Да? У вас есть вы. Вы, любимые. Ну, родители ваши есть. И туда, в себя. Ну, может, и родителей. Да? Надо вкладываться. Понимаете? Не в женщину. Она не инвалид. Она не ребенок. Она не старуха. Она не больная, не лежачая больная, за которой надо ухаживать, да, покупать там лекарства. Зачем? Она взрослый человек. Взрослый человек. Я равноправный человек, который может работать, зарабатывать, решать все свои вопросы самостоятельно. Не надо вкладывать туда деньги, время, ресурсы, силы. Не надо. Отношения, если вы их сторонник, возможны только на паритетных основаниях. То есть, 50 на 50 финансово. Строго финансово. И вы сразу ей говорите, 50 на 50 идем или нет? Нет? Все, до свидания. Согласна, окей. Начинаете следить, заведите себе блокнотик. Смотрите, считайте, потому что она будет стараться вас обмануть. Я вообще, конечно, не сторонник отношений. Ну, ладно. Она будет стараться вас обмануть. Она будет стараться вами манипулировать. Понимаете? Отношения — это напряг в любом случае. Даже сейчас в такое время. Да и сейчас особенно, скорее всего, потому что они будут пытаться мимикрировать, притворяться после вот этих всех инстаграм-зомбирований, да? И их надолго не хватит. Она своего будет проявлять внутрь, так сказать, поверьте. Будет проявлять. Будет давить. Будет кипеть у нее дерьмо. И все это будет выплескиваться на вас. Поэтому не надо вкладываться. Вкладывайтесь в себя, в свое саморазвитие, в свою реализацию, в свои мечты, не в ее, да? А то бывают там манипуляции такие. У нее, у родителей вдруг оказывается земля. И она говорит, вот мечтаешь о доме. Построй дом на земле родителей. То есть, построй дом для ее родителей. На свои деньги, своими силами. И есть такие дурачки, шачки, которые идут и строят. Вы представляете себе? Есть. Они идут и на чужой земле строят дом. Это все равно, что воспитание вот этих вот РСП подарков. РСП прицепов. Это безумие. Зачем это делать? Я не представляю. Поэтому не надо это всего делать. Я проводил опросы. И 48% сказали, что в случае блокировки Ютуба, они не будут никак... Обходить просто не будут. Смотреть будут, читать книжки. Следующий опрос провел. Не боятся ли эти люди заоленить? Потому что Ютуб... Ну, не только мой канал, а вообще каналы всех блогеров, которые занимаются мужским просвещением. Это красная таблетка, та самая, которую нужно принимать регулярно, ребята. А регулярно, потому что оленья прошивка, вот эта страсть к писечке, она, извините, как желание покушать и дышать воздухом там, да? Ну, в меньшей степени, конечно, жизненно необходимо, но тоже очень даже необходимо. И поэтому, если вы не будете принимать эту таблетку, вы из олените, скорее всего. Я могу за себя сказать, что если начинаешь думать в другой парадигме, становится жалко некоторых особ. Честно, жалко бабич некоторых. Они есть, кого жалко. А не надо жалеть. Ты понимаешь, что ты что-то начинаешь вдруг хотеть для них сделать. Это вот как раз и есть оленизм. Понимаете? Это и есть как раз оленизм. Так вот, 70%, 73%, по-моему, на сейчас сказал, что они прозрели на 100%. Я очень рад, что так много мужчин так считают, но соблюдайте, пожалуйста, 5 правил, которые я до этого озвучил. Вы их даже для себя запишите. Можете распечатать, на стену повесить. Понимаете? Так, чтобы они у вас перед глазами были. Иначе, иначе. ЗАГС, суд и служба судебных приставов. Вам гарантированно практически. Тем более сейчас. Потому что будет активная немикрия, активное притворство, активные манипуляции. Да? Вот в это такое смутное время. Полгода, год, два года. Не знаю, сколько оно продлится. Надеюсь, как можно быстрее закончится. Жизнь-то сложная начнется. Начнут хвататься бабоньки за все соседние головки, так сказать. И тянуть на дно вместе с собой. Да? Потому что мужчина будет, как я уже говорил многократно, для них вот средством спасения в это время. Таким вот плавжилетом, так сказать, чтобы выплать из этой реки дерьма. Вам это надо. Зачем вам быть чьим-то средством спасения? Живите для себя, кайфуйте. Можно и такое время пережить. Мужчине много не нужно, на самом деле. Не нужно много каких-то там сверх денег. Нам покушать есть чего, тыркпылька нормально. Это им нужны миллионы, нам не нужны. Мы знаем это прекрасно. Так что, ребята, не оленьте, соблюдайте 5 правил. Думайте головой, а не головкой. Да? А лучше всего ставьте VPN. Подписывайтесь на мои дополнительные соцсети. Ссылочки есть в описании. Вот так вот, ребята. Искренне желаю всем мира. Берегите себя и будьте счастливы.